Добрый вечер на телеканале ТНВ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 хорошо ага вот тимур тимур у нас учился в кфу и он я думаю казанский он с нами играет как бы так сказать на постоянной основе он помогает вручать но своего басиста нет но как сессионный музыкант я часто тимура вижу как сессионный музыкант в разных коллективах спасибо молодец что всегда откликается и помогает вот и пользуясь случаем хотелось бы дать объявление то что мы очень басиста вот пожалуйста кто хочет играть с нами пишите нам найдите нас и пишите нам да найти кстати группу вы можете очень просто зайдем в нашу группу опять же там есть ссылочка перейдете непосредственно и спишитесь понятно девчонки тоже из к фу или нет да мы все троем из к фу познакомились с катя на фестивале английской песни вот начали вместе потом играть собирались примерно раз в год специально ради этого фестиваля вот а потом уже позже законтачили с сашей саше мы познакомились в хоровой капелле к фу вот и с поведением ее мы начали регулярно репетировать к фу это же финансовое правильно я же не ошибаюсь федеральный университет нынешний раньше был кг у короче а так специальность какая у вас специальность у саши саша он филолог катя программист а я вори политолог а откуда взялась музыка из души то есть я так понимаю при моментах подготовки к определенным каким-то студенческим вестным до неким каким-то капустником то есть ну ищут же творческих ребят то есть вот так нашлись ну как мы музыка каждый раз да вы же не профилированным все-таки университете да да но мы до этого занимались музыкой вот катя закончил музыкалку я школу искусств саша занималась музыку на доме не в школе то есть самоучка самоучка мультиинструменталистка можно и так сказать да интересно серёжа мне кажется что ждать уже в общем мы все до этого занимались музыкой и в на это поэтому встретились не встретились а потом начали заниматься нет наоборот но вы уже закончили институт сейчас на и по профессии я так понимаю или по профессии некоторые из нас работают да катя допустим ирина и серёж а в каком году основали вы свой коллектив на постоянной основе 14 года 14 года то есть получается в этом составе вы играете уже внутри год три два с половиной три что такое да но серёжа с нами недавно с ним играется нет даже полгода а до сергея был какой-то флотист или у вас были различные гитаристы который нас беспорядочно просто покидали вот ну вот косяк этого бы трое и сейчас еще прибавилось и сергей ну я кстати так немножко сразу обмолвились мы сегодня слушаем как песни собственно сочинение команды правильно да она их пока очень мало не в разработке и они на татарском языке но слова не наши мы об этом кстати тоже поговорим слова замечательных поэтов и даже не страшно говорить что слова не наши и в перемешку с коверами будет у нас звучать да ну коверов на сейчас перевес в сторону коверов сейчас мы услышим камер как раз да хорошо давайте послушаем а а Продолжение следует... 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 А потом позже уже мы узнали, что с финского «джун» означает слово «паровоз». Нет, поезд, извините. Поезд, да. Вот, а потом мы узнали про «джуну», когда она активно начала набрать популярность. Нам стали писать фотографии с объявлением, что «джуну». Ну, в общем, это смешно, конечно, да, но ничего общего. Хорошо, ладно, как обещал, давайте перейдем к нашим телезрителям, вернее, к их вопросам, которые они задают нам в группе ВКонтакте. Вы, кстати, тоже можете это еще успеть сделать, пока у нас время позволяет. Илья Новиков откликнулся тут одним из первым. Спасибо, Илья. Отлично играете, во-первых, заметила Илья, безусловно, я с ним согласен. Спасибо. Итак, вопрос такой. Хотел бы узнать, Илья, про атмосферу в вашей команде. Как решаете конфликты, ведь они наверняка возникают. Больная тема вообще. Это очень хорошая. Больная тема, да. Очень-очень хорошая. Илья, то есть, если бы мы разыгрывали диск от группы, наверняка он стал бы вашим. Да. Ну, а просто ты с Александром. У вас как фэт, что где когда, на вопрос ответит Александра. Ну, конфликты на самом деле бывают, достаточно часто. Но как, обычно выруливаются так, что... А на какой почве-то, с чем связан этот конфликт? На любой. Может возникнуть по любому поводу и без повода. То есть, это потому, что три девушки, как бы, основной костяк? Не всегда. Нет, не всегда, точно. То есть, девушки не всегда тут баламуты. То есть, Сергей приходит, капризничает, да, говорит, я не буду играть, мне не нравится эта композиция. Знаете, на самом деле, девушки более устойчивы в этом плане коллективной работы. Вот. Не в обиду парня будет сказано, конечно, но дело не только в девушках. Ну, так а у вас на чем конфликт-то основывается? На творческом какой-то моменте? Ну, на организации, скорее, да. Ну, мы же еще, как бы, помимо этого, общаемся, мы друзья все. Вот. Поэтому на любой абсолютно почве может быть. Ну, всякие своими недопониманиями. Но, как видите, до сих пор вместе, значит, что хорошо. Все равно находим компромиссы. Как бы, все равно мы команда. Кто идет на уступки? Держаться вместе. Всегда есть человек, который умнее и мудрее, как говорится, который говорит, ладно, все, вы правы, мы все неправы. Ну, как-то каждый по одному разу, там, не знаю, бывает, идет на компромисс. Ну, все равно мы как-то стараемся все вместе к компромиссу приходить. Сказали, что Катя идет первый на компромисс, но такая... Катя оказалась... Нет, ну, все равно, не только я, но бывает, что там, я тоже начинаю что-то бурно рассказывать, и кто-нибудь меня останавливает. Потом решаем такие вопросы. А у вас как это? Girl power? Или все-таки есть какие-то равноправия? Патриархат? Матриархат преобладает у вас? Ну, давите парней, там, я не знаю, или наоборот, они говорят... Ой, это ты Сергей и Сергей, что ты задавили? Свои маски меня задавили. Да, Серега, давай, расскажи, сейчас есть возможность все высказать, девчонки. Накипело. Чего они тебе не дают делать? Вот ты хочешь, например... Замечательно. Бывают иногда конфликты, они не такие серьезные. А вот когда девчонки начинают ссориться на репетиции, ты как-то в стороне, наверное, все-таки стоишь? Я пойду прогуляюсь, наверное, и активно тоже участвую. Он просто рекомендует в его квартире, в некуда уходить. А-а-а. Репетируем, да, у меня в квартире часто, причем, не только на репетиционных точках. Вот, ну, приходится как-то решать. Чайком их отпаивают, например. Молодец. Молодец, Сергей. Да, кстати, Сергей чайный мастер. Да? Очень прекрасно. Вот, кто с атмосферой сразу негативы гасит. Еще вопрос от Александра Носкова. Привет, Джуна. Спасибо за прекрасную музыку и нежные, уносящие в далекие волшебные дали голоса, как поэтично изъясняется Александр. На каких еще языках планируются в дальнейшем ваши песни? Ну, и тут он ярко представляет вас на каком-нибудь европейском фестивале. Мы тоже ярко представляем на европейском фестивале. Мы тоже ярко представляем. Да. На каких языках? Да. На каких языках? Ну, у нас нет таких прям особых. Да, рамок. Ну, смотрите, на английском песне есть. Есть? Есть. На татарском песне есть. Есть? А я. Не знаю, на русском песне есть? Юкаля. Була. Одна. Будет? Ну, может быть, с какими-то еще языками вы говорите. Учитывая, что Сергей чайный мастер, может быть, что-нибудь на китайском споете. Да, может быть, мы не загадываем, на самом деле. Нихау, Сергей. Единственное, что я могу сказать, ни хау, Сергей, отлично играешь. Мы не ориентируемся на язык, на музыку. У нас песни даже, которые татарские, они же больно не татарские. А для вас, кстати, слова важны в песнях? Слова? Да. Вот, отвечу за себя, раньше мне были не важны, теперь, да. Ну, именно вот как смысловая нагрузка текста или что? Чтобы вот как-то люди понимали. Ну, определяющим является все-таки музыка, потому что музыка сама по себе мысль. Вот, слова все-таки, ну, не знаю, важны, конечно, но лично для меня, когда я выбираю песню, если это кавер, то это, естественно, только музыка имеет значение, а не слова. А вот песни на татарском языке, опять же, которые мы слышали, песни великих татарских поэтов, с чем связан этот выбор? С чем связан? Вам право сказать? Нет, нам нужно брать. Я буду говорить. Ну, все очень просто. То есть, есть музыка, надо к ней подобрать слова. Ну, так это как-то, я не знаю, с детства начиналось, вот нравился Габбулатукая, допустим, да? И какие-то определенные бестихи. Да, это очень сильно повязанное действие. Но вот как именно было с песнями Габбулатукая, то есть, нам надо было подготовить татарскую песню. Это для какого-то конкурса, да? Да, для фестиваля татарских. Я начала искать стихи, которые можно что-то сделать, ну, чтобы там еще текст был такой интересный. Вот. Я пошла в библиотеку, искала, искала. Я хотела найти что-то, связанное с татарской мифологией, но не нашла. И наткнулась на стих Ирте. Такая. Вот. Потом как-то музыка снова с собой пришла на этот стих. Вот. С этой песней было так, а с другими было наоборот. То есть, у нас первая была музыка, а потом мы искали к ним слова. Ну, вот стихи каких еще поэтов вы используете в своем творчестве? Христокташа. Вот первая песня у нас была, Курмаказа. Будете продолжать в этом ключе? Мне кажется, очень интересно прочтение получается. Нам очень нравится. Да, ребят? Как ни странно, татарские песни у нас, по-моему, сейчас лучшие. Лучше всего идут. Лучше, чем кавера. Сказал человек, который вообще с татарской мифологией. А вот в этом-то вся фишка-то. То есть, мы говорили, то есть, именно слушаешь музыку. Да. Вот давайте прямо сейчас ее и послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теплый летний вечер сегодняшней команды, которая у нас в гостях. Группа Джуна у нас, кстати говоря. Очень скоро будут зачитывать ваши вопросы, наши уважаемые телезрители. Вы еще можете успеть их написать. Заходите в нашу группу ВКонтакте. А пока же давайте послушаем очередную песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он записал такой инструмент безладовый бас Субтитры создавал DimaTorzok Но Тимур затмил, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть, что как бы... То есть, мы не можем не играть? Не, ну самое главное, конечно, музыка, да Просто мы не можем не играть, поэтому играем Как поется в песне, музыка нас связала Тайною нашей стала Всем уговором кричу я ответ Нас не разлучат Нет, вспоминается у меня музыка из моей молодости Хорошо, перейдем далее Следующий вопрос Приветик всем Очень душевная музыка Валерия Ларионова пишет Спасибо за интересное прочтение А вопрос такой Как ваши близкие, вторые половинки Относятся к вашей музыке? Поддерживают ли вас? Как они могут не поддерживать? Ну, бывает и такое, что не поддерживают Вот у меня очень много знакомых музыкантов Которым говорили Нет, у меня вот, допустим, отец Самый бывший музыкант Он вообще полностью за эту всю тему За движуху А мама, она относится к этому Как бы к детскому какому-то Лепету, не знаю, как будто Я занимаюсь какой-то ерундой Привет, мама Да, привет, мама и папа Но батя-то, наверное, дает ценные советы Раз музыкантам Да Папа помогает Спасибо большое ему за то, что меня всему научил А молодой человек относится положительно Поддерживает Не знаю, там Приходит на наши концерты все Помогает Я думаю, каждому родителю Все равно в первую очередь Было бы приятно Если бы ребенок так увлекся Каким-нибудь направлениям Вот даже в музыке Хорошо, это девушки, парни Я свободен все время Я все время посвящен Слово птицы в небесах, да? Он весь наш Тимур, а у тебя? Все хорошо Поддерживает Конечно Отлично Здорово Отличный вопрос Привет, кстати, вам из Казахстана Ну и нам, и всем татарстанцам Привет, Казахстан Привет Из Татарстана Ребята, слушайте Случайно наткнулся на ваш эфир Пишет нам Денис Шкарупа На, в общем-то, наш канал Честно сказать, очень-очень хорошо Музыка ваша чудесная Расскажите, кто у вас служит Катализатором или генератором идей Выбери каверов Генератором? Ну, кавера выбираю я А ты как, вот корректно ребятам говоришь Ребята, я вот тут послушал одну песню Мне так понравилось Давайте ее сыграем Или приходишь, говоришь Так, я тут послушал одну песню Мы ее играем Ну, ближе ко второму варианту Ближе к этому Политологу тебе прорывается Я как политолог могу сказать, что демократия Ну, а мы, говорите, не говорите Это не то, да, что в твоем коллективе То есть такое Ну, серьезно, требуется дисциплина Если каждый будет, ну, в общем, вы поняли Я с тобой, кстати, абсолютно согласен Потому что, когда начинается хождение в разные стороны Это расхолаживает коллектив И ничего не делается Нужен человек, который скажет Все, играем так Я сказал, играем так И все играют Извините, Лев И всем нравится, самое главное Михаил Першагин пишет Девчонки, мальчишки, привет вам от всей семьи Першагиных С удовольствием слушаем вас теперь и на телевидении Ну вот Когда планируете записать полный, полновесный диск? Я знаю, что у вас есть такая мини-компиляция, да? Сколько песен туда вошло? Наша семпишка, да Недавно, вот на днях, в 23-м Сделали релиз Там две песни Но там уже будет продолжение Это первая часть То есть такая проба пера, да? В студии прошла у вас? Да Нам помогал с этой записью Марат Сулейманов Огромный привет Спасибо, Марат А были какие-то уже отзывы? Вот у людей, которые послушали ваш Отзывов на самом деле много, да Все Слава Богу, рады, счастливы А вы презентовали? Мы даже не особо ожидали такой приятный Такой отклик Да Таких приятных откликов, отзывов Помимо этого, у нас есть другая запись У нас всего три записи пока Ну то есть вы планируете в ближайшем будущем записать альбом? То есть у вас есть уже материал на полновесный диск? Прямо в ближайшем будущем нет Потому что это связано с нашей личной занятостью Мы все как бы работаем, все дела Мы не можем уделять Мне кажется, тебе нужно просто стукнуть по столу Сказать, все дела отбросили, идем в студию Не, на самом деле у нас все медленно идет Вот из-за занятости, да Ну идет? Ну идет, да Просто мне кто-то жалуется, что медленно Вот я объясняю, почему медленно Потому что мы не только музыканты Вот такое еще сообщение Ну не вопрос немножко от Альберта Шакирова Коллектив творческого объединения Самрух прильнул к экранам и передает привет Привет, Альберт Атур, Атур, Денис И вопрос, не хотите ли в других жанрах, стилях, манерах себя попробовать? Также от Альберта вопрос Конечно хотим Мы в смысле вообще не ограничиваемся жанрами Но что получается, то получается с этим составом, с этим набором инструментов Вот Мы в принципе открыты для всего Мы думали, может быть, какую-нибудь электронику ввести немножко Что-нибудь подобное сделать Никаких ограничений Потому что зачем музыканты ограничения? Ну круто, молодцы На самом деле, к сожалению, время нашей программы уже заканчивается Очень жаль Я думаю, мы могли бы еще часок запросто поговорить Уже есть еще много вопросов, которые я не успел вам задать Ну как бы за эфиром, может быть, мы это обсудим Напомню, что сегодня на территории ночного вещания была Не побоюсь этого слова Очень талантливая молодая казанская команда Джуна Обязательно поддерживайте ребят Кстати, вступайте в их группу, вступайте в нашу группу Заходите в нашу группу и переходите в их группу Да, вот такая вот автология немножко получилась Ну а мы с вами уже увидимся и услышимся в следующий четверг 22.00 на телеканале НТНВ На территории ночного вещания Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok